Всем привет, друзья, с вами я, Трипал. Ну что, время идет, официальных новостей от Rockstar по поводу следующего крупного DLC для GTA Online все нет и нет, но в тот же момент инсайдеры и прочие влиятельные ребята в GTA Community продолжают делиться хоть и небольшой, но очень интересной информацией с игроками. Сегодня мы с вами обсудим последние утечки обновления, поэтому если не сложно, поддержите ролик лайком, мне будет очень приятно. Вроде со вступлением я закончил, поэтому давайте начнем. Спонсор этого ролика букмекерская компания 1xbet. Надежный букмекер, высокие коэффициенты, быстрые выплаты и огромное покрытие спортивных событий, а по промокоду TRIPLE вы получите до 6500 рублей на первый депозит. Все подробности в первом закрепленном комментарии. Наверное, самая интересная новость за последнее время поступила от инсайдера Тесфанса. В своем твиттере он написал, что уже в этом месяце, то есть в мае для GTA Online выйдет обновление, которое придется скачивать. Но не стоит радоваться, это не крупная летняя DLC, которую мы все с вами ждем. По словам инсайдера, это будет мини апдейт с несколькими новыми противоборствами, а также с порцией фиксов различных багов и косяков игры. В принципе, ничего масштабного ждать не стоит, но тем не менее, как мне кажется, это лучше, чем просто ждать июня или даже июля до выхода крупного летнего обновления. Но почему же этот мини апдейт придется скачивать? Дело в том, что весь контент капельной подачи обновления Битвы на арене закончился, и на данный момент ничего кроме скидок, бонусов и премиальных гонок арены, о которых мы поговорим чуть позже, Rockstar в игру добавить не могут. Поэтому вполне возможно для поддержания стабильного онлайна в игре разработчики и выкатят эту небольшую обнову с противоборствами. Обязательно напишите свое мнение на этот счет в комментариях, ну а мы переходим дальше. Премиальные гонки арены. Что это такое и почему они до сих пор не в игре? В общем, в капельной подаче обновления Битвы на арене до сих пор находятся некие премиальные гонки арены, которых Rockstar ни в какую не добавляет в игру. По идее, они могут разблокировать их в любое время, но пока не торопятся это делать. По мнению датамайнера Тесфанса, Rockstar берегут их для нового обновления. Вы должны понимать, что Rockstar решили создать новые миссии Симона, а не выпускать премиальные гонки арены, которые все еще являются частью капельной подачи DLC Битва на арене. Это говорит о том, насколько важны премиальные гонки арены для следующего обновления. Я понимаю, что большинству из вас по барабану на эти гонки, но тем не менее, неужели Rockstar хотят перенести их до летнего крупного апдейта? Помните, такое уже было с джестером Classic. Автомобиль был в капельной подаче обновления супер серии Южного Сан Андреса, но из-за того, что машина была супер косячной и забагованной, ее решили перенести до DLC Ночная жизнь. Поэтому и с премиальными гонками арены может произойти то же самое, и следующий крупный апдейт таким образом будет хоть и немного, но связан с так называемым DLC Битва на арене часть 2. А учитывая то, что Вамос, Кагноценти, Темпеста, Пиота, Доминатор GTX и Менчес не получили свои апокалипсис, фантастику и кошмар версии кастомизации, хотя должны были, все это еще больше похоже на правду. Ну а мы переходим дальше, и следующая наша остановка это очередной твитт из фанца. Совсем недавно он посоветовал игрокам сэкономить деньги на летнее обновление, которое выйдет в июне или июле. Затем его спросили, сколько конкретно денег необходимо поднакопить, на что он ответил, около 20 миллионов, и то этого хватит на самый минимум. То есть, грубо говоря, купить новую недвижимость, 2-3 машины, полный тюнинг на них и новую одежду. Ни для кого не секрет, что каждый новый апдейт становится все дороже и дороже, поэтому просто вспомните, сколько денег Вы потратили на битву на арене и приплюсуйте туда лемов 5-10. Именно столько Вам придется потратить на абсолютно все в летнем крупном DLC. Ну а на этом, друзья, у меня все. Попытался собрать для Вас самую интересную инфу за последнюю неделю, поэтому если не сложно, поддержите ролик лайком и обязательно подпишитесь на канал. Огромное спасибо паблику GTA Expert за предоставленную информацию, ссылочку на них я обязательно оставлю в описании, так же как и мой инстаграм, паблик вконтакте и группа по прокачке персонажей в GTA Online. Кстати, прямо сейчас на экране появятся 2 видоса, которые я Вам крайне рекомендую глянуть, кликайте на один из них и приятного просмотра. Всем удачи, друзья, и до скорого. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok